В свое время правительство выпустило постановление, которое продержало всего 10 дней о том, что корпорация Росхимзащита только через нее может вестись закупки масок. Но масок не было и как решить этот вопрос они так и не смогли. А вот когда отпустили цены, то маски появились. Но вопрос стоимости этих масок, заметьте, в Воронеже они подорожали на 650%, потому что просто тупо на этом зарабатывают. Отличилось вообще идти на кунделаки своей компании, которая подняла цены в 10 тысяч процентов. Вот вам, пожалуйста, бизнес. Мы уже говорили по поводу того, что есть проблемы с помощью вообще от государства, но системообразующим предприятиям государство будет помогать. Перечень системнообразующих предприятий он открытый, можно на сайте правительства его посмотреть. Но совсем недавно там были очень веселые предприятия, такие как Фунтбайт, например, это был Пекерская контора. Там было Пепси-кола, Кока-кола и ряд еще других веселых предприятий, которые вообще не являются, на мой взгляд, не только системообразующими, но и вообще не имеющие права ни на какую помощь от стороны государства. Включая, кстати, корпорацию, компанию «Красная и белая сети алкомаркетов». Но даже президенту пришлось обратить на это внимание. Потом список почистили, вроде как эти компании убрали, но самое интересное, что там осталось все-таки. Например, такая компания, как всем известный в нашей стране ГУМ, государственный универсальный магазин. На самом деле он далеко уже не государственный, до 59-го года сдан в частные руки. И им владеет, так сказать, просто обычный бизнесмен, которому почему-то нужно дотаться от государства. В ГУМ, вдумайтесь, в ГУМ. Не в Сельпо где-то там, у нас в Ванинском районе, например, а именно в ГУМ. Ну это же просто беспредел какой-то. Я уж не говорю о компании Ксюши Собчак, которая занимается крабовой добычей. Крабов мы, как не видели и не увидим с вами, но зато она претендует на государственную поддержку. Вот, пожалуйста, вам системные зарабатывания на коронавирусе. Продолжение следует...